Добрый день! Я приветствую наших дорогих слушателей сегодня и рад начать нашу передачу «Диалоги о Вечном». И вдвойне рад, потому что гостем нашей сегодняшней передачи является замечательный, знаменитый, известный на весь мир доктор, доктор Владимир Зеленко. Я приветствую вас, доктор. Большое спасибо, Робин. Спасибо огромное вам, и что вы вообще говорите с нами на русском языке, хотя, как я знаю, что вы приехали сюда, вам было сколько лет? Четыре года, да. Четыре года. И вот вы видите, вы продолжили говорить, и слава Богу, спасибо вашим родителям, что они с вами на русском языке говорили, поэтому можете говорить с нами и сегодня. Первый вопрос, который я хочу задать сегодня вам, как вы себя чувствуете? Слава Богу, намного лучше. Я перешел в две очень большие операции, и я могу ходить. Но мне иногда трудно дышать. В следующей неделе мы начинаем radiation therapy и chemotherapy. Бог даст, чтобы все было хорошо. Аминь. Чтобы все было хорошо, и в награду за то, чтобы спасли стольких людей, столько жизней, чтобы Всевышний дал вам силы и здоровье на долгие-долгие годы. Мы с вами продолжаем разговор, и вы говорили о том, что вы пережили сейчас операцию, и это уже вторая операция. По сути, сейчас вы пережили две операции, но если говорить о онкологической операции, когда вам вынули рак из клапана сердца, и это очень редкий случай. С одной стороны, мы видим, конечно, великое чудо, что вообще нашли это в первый раз, и вы правильно сделали операцию, и вы нашли, подобрали правильное лекарство. И слава богу, вы имели возможность инициировать, создать, сотворить новую идею коктейля Зеленка, которая, я не сомневаюсь, будет одним из главных лекарств против коронавируса. Но сегодня вы говорили сейчас, буквально несколько минут назад, о том, что вы знаете статистику. То есть вы знаете статистику, что когда рак возвращается, и он также попадает в другое место, то статистика нехорошая. Но я, с другой стороны, тоже слышу слова веры, что вы выше статистики. Но при этом я понимаю, не сомневаюсь, что это страшно. Как вы преодолеваете этот страх? Знаете, человек, мысли меняются много раз. Иногда я могу сказать даже эти слова, что я благодарен Богу, что он мне дал рак. Потому что, я знаю, как это звучит, но потому что из-за этой болезни вышло очень много позитивных вещей для меня лично. Что я стал лучший человек, и моя вера намного больше, и я начал жить по-другому. И я живу, я не знаю, как это сказать, сейчас. Все слова в моей жизни было, о, мне будет хорошо, я буду жить, да, у меня будут деньги. Или я буду жить, когда я буду врачом, я, о, когда я имею большой дом, и так далее. Я всегда хотел больше, лучше, а сейчас я благодарен, что я живой. И мне ничего другого не нужно, кроме привести время с теми людьми, что я люблю. Моя семья, жена, родители, дети, брат. А когда в плохом настроении, можно сказать, да, страх есть, только страх не такой же, как, о, я боюсь, что я умеру. Это меня не так пугает. А по-другому, что будет с моими детьми, если я умеру сейчас? У меня восемь детей, слава богу, и они очень молодые. Старшему 18, а младше года. И, конечно, им нужен отец, и нужна такая семейная структура. И я думаю себе, а как будет с ними? Это очень больно, мне очень неприятно думать. Но в то же самое время я читал одну книгу, которая называется «Duties of the Heart». Я не знаю, как перевести на русский. Вы знаете? Обязанности сердца. То есть речь идет не о соблюдении заповедей, которые мы выполняем своим телом, своими руками, а те обязанности, которые есть у нас в душе. То есть наша душа, наше сознание. Да, так я научился, я читал, эта книга была, кажется, тысячу лет назад. Мы написали, и там написано, что Бог любит ваших детей больше, чем вы любите их. Это мне очень помогло, потому что если Бог решит, что я должен уйти с этого мира, и в то же самое время он решил, что лучше, самое лучшее моим детям. И я не должен волноваться, что он знает, что он делает, можно так сказать. Я понял, что моя проблема, это была проблема веры. Что я жил в страхе, а вы знаете, где страх находится? В том месте, где Бога нет. А когда человек чувствует Бога и чувствует очень близко с Ним, тогда он понимает, что все, что происходит, это от него, и он знает, что он делает. И лучше не волноваться от тех вещей, что человек не может контролировать. Вы сказали, что даже ваша первая болезнь, она бы научила вас не бояться никого, как поют хасиды в песне, не бояться никого, кроме Бога одного. Это сделало вас, очевидно, лучшим ученым, лучшим врачом, который умеет отстаивать свою точку зрения. Вы сказали, что и первая, и вторая болезнь, они помогли вам стать лучшим человеком, лучшим отцом. Как бы вы посоветовали нашим радиослушцам сегодня с высоты вашего опыта? Что означает быть с Богом и быть лучшим отцом? Бог дает постоянно нам, и даже если мы не заслужили, он дает нам жизнь. То, что происходит в человеке жизни, трудно видеть, как это хорошее, хорошо для меня. И вы можете даже, не дай Бог, быть злым на Богом. Я могу сказать, почему, вот смотри, я придумал, или вы мне дали, Бог, ты мне дал, вы мне дали возможность придумать подход, спасло, я не знаю, даже сколько людей. И то, что я получил рак опять, я должен был пройти две операции, и радиацию, и химию, и даже там жить не в страхе, я просто жить в таком положении, что я не уверен, что будет. По-настоящему каждый человек в этом положении, даже без рака. Мы просто не думаем об этом. Мы забываем очень быстро, и мы думаем, что будет постоянно, как оно и есть. Вот, например, я хочу вам сказать, что в эту секунду, это ваше день рождения. Вы можете спросить, что это значит? Я говорю, что Бог делает нас постоянно. Не то, что Он сделал меня 46 лет назад и перестал делать. Наоборот, Он постоянно дает жизнь. И это доказывает мне, что Бог хочет, чтобы я был. Почему? Потому что если Он бы не хотел, чтобы я был, я бы не был. Я бы уже ушел с этого мира. Но то, что я есть, значит, в это время Бог еще хочет, чтобы я был здесь. Когда человек просыпается, он должен сказать себе, если я проснулся, это значит, Бог хочет, чтобы я жил. Значит, он верит, что я смогу исполнить свое предназначение в мире сегодня. Как вы можете знать, если вы закончили вашу работу в этом мире? То, что если вы еще живы, и вы не закончили. Нужно продолжать делать. Быть хорошим отцом – это трудная вещь. Потому что иногда ребенок плохо себя ведет, мы должны как-то помочь этому ребенку стать лучше. Например, что я хотел вам сказать, что я смотрю на мою болезнь. Это лично, что Бог мне помогает идти к лучшему. Каждый человек знает в себе, как он может быть лучше. Я не злой совсем. То, что я не понимаю и не вижу – это моя проблема, это не Бога проблема. Так я хочу вам дать пример. Если ребенок хочет взять вилку железную и положить в розетку, или ребенок хочет выбежать на дорогу – это очень опасно. Если ребенок не слушает эти вещи, иногда его нужна дисциплина. Это удар любовь. Может, ребенку не понравится в этот момент, и он будет плакать. Но то, что вы его учите, это, что нельзя на дорогу бежать, потому что это опасно. И он понимает ограничения, он учится, что это нельзя делать. А проблема с многими родителями – они иногда бьют детей, когда они сами злые. Они не бьют ребенка, чтобы помочь ребенку. Они бьют, чтобы помочь самому себе, потому что они злые. И в это время надо, наоборот, показывать любовь, помочь ребенку чувствовать его жизнь. Это важно, что он, то, что он есть – это большой подарок. И этот ребенок должен научиться думать о самого себе, что он хороший, и что у него душа, и что душа от Бога. И надо уважать самого себя, потому что я ребенок Бога. Это очень важно, потому что я, как врач, вижу очень много болезней, но эти болезни начинаются в голове человека. Человек думает или чувствует плохо о себе, и эти чувства толкают в сторону делать некоторые вещи, что вредит на его здоровье, например. И я понял, что помочь человеку, вылечить человека иногда нужно идти в корень проблемы. А корень проблемы иногда, что человек даже не хочет жить, или человек думает, что он заслуживает боли и болезни, и он не заслуживает радость. Это большая проблема человека. И когда мы думаем, понимаем, что наша сущность выходит из Бога, тогда надо понимать, что нужно, как нужно любить Бога, так нужно любить самого себя и других. И когда человек так видит, что и понимает, что в человеке душа от Бога, он начинает относиться с другими людьми более вежливо, с уважением. При этом вы сказали очень важную вещь. Он начинает прежде всего это видеть в самом себе. Да, смотрите. И так я с моими детьми. Я всегда им говорю, как я тебя люблю, как Бог тебя любит, как у тебя святая душа, какой ты хороший, ой умный, красивый, красивая. Потому что каждый ребенок имеет самый лучший потенциал. И когда мы говорим эти вещи, например, ты такой умный, ты можешь это делать, ты будешь успешен. Это раскрывает из этого ребенка, из его души эти силы. Если не дай Бог наоборот, он говорит, ты дурной, или ты плохой, или чай. И так вы помогаете этому ребенку стать таким. Ребенок плохо себя ведет. Никогда нельзя говорить, что ты плохой. Можно сказать, что твои действия мне не нравятся, твои действия, может, нехорошие или плохие, но ты сам хороший. Если нет, тогда мы можем уничтожить самого любого человека. То есть веру человека в самого себя. Он начинает верить не то, что он хороший, а что он лентяй, бездельник, плохой. То есть это то, что происходит с человеком. К сожалению, выходить из России, мы как-то научились больше говорить, смотри, что ты не сделал, а не наоборот, сказать, смотри, как хорошо ты что-то сделал. У меня один друг, ухо-горло-нос, очень хороший хирург, он говорит, что первый раз он услышал от своей мамы, хорошее слово, что это когда он закончил резидентуру. Вы знаете, вот вся наша с вами передача проходила под как бы главной такой, мне кажется, мысль о том, что все, что происходит, оно происходит какой-то причине. И мы говорили даже о вашей первой болезни, говорили о второй болезни сейчас. И вы говорили, что вы не знаете, почему, но вы не один, вы чувствуете, что это Бог с вами. И много раз вы в жизни видели, что все, что происходило, оно было к лучшему. Я должен сказать, что я, например, как-то вдруг, мой ребенок был в больнице, была очень тяжелая родовая травма у моего сына. И когда я понял, что произошло, то я буквально плакал и говорил себе, я же стольким людям говорил и утешал, и говорил, вас Бог любит. И почему я не могу ничего сделать самому себе? И поэтому я хотел спросить у вас, одно дело человек может подобно вам заниматься наукой и благодаря своему научному как раз исследованию работе с человеческим телом в морге, как вы рассказывали мне раньше, вдруг прийти к выводу, что этот мир не случайен, в этом мире есть Бог и что мы здесь в этом мире не одни. Это все в разуме. А потом, когда ты сталкиваешься со своей болью, ты не знаешь, как это от разума донести до сердца. Поэтому, если бы вы могли посоветовать мне и, может быть, нашим родным слушателям, как ощутить, что Бог со мной? Вы знаете, намного легче говорить другим, что делать, чем самому делать. Самый большой тест у человека в жизни, это тем более, если он учит других, как иметь отношение с Богом, приходит время, когда сам учитель переходит в такие трудные моменты, и он должен пользоваться подходом, что он учит других. как это делать, это был шестой ребе Глубавич, он, мне кажется, в 27-м году был один из его студентов, он уезжал в Америку, и ребе сказал ему, что ты будешь скучать за Россию. Это очень трудно было понять, потому что в то время было очень плохо евреям в России. НКГД было, убивали, и так далее. Так как можно сказать человеку, что он будет скучать за Россией? Он же едет в Америку. Какая разница в Америке или в то время Россия? В Америке тебя обнимают и улыбаются, и очень удобно, тут есть все материальное. Натура человека, когда ему больно, или когда на него давит снаружи, это раскрывает его корень, и выходят из него какие-то силы, что он не знал, что они даже есть. В Америке тут никто не давит, и нужно добиться самого себя. И это очень трудно. если человек не хочет расти, тогда Бог ему помогает расти, он проходит некоторые вещи, и это раскрывает его мозг, и он начинает понимать много вещей. Нужно постоянно думать, искать цель жизни, учить мудрость. Это приносит человеку понимание, как нужно себя вести правильно. И тем более, когда больно. Вы знаете, молиться Богу, когда настроение хорошее, это не так трудно. А когда я помню, после этой операции, первый раз я начал молиться, это очень трудно. потому что я молюсь к Богу, что меня только ударило. Нет свободного человека в этом мире, кроме того, что встает рабом к Богу из своего желания. Никто его заставляет, а он решает быть солдатом или рабом Бога. Вот тогда снимаются с него шеи другие люди или даже свои недостатки. И человек по-настоящему встает быть свободным. Однажды Любавический Рэбби встретился с группой холокост-сурвайвер, с людей, которые пережили холокост. И один из них сказал ему, что он никогда не говорит об этом и не рассказывает, потому что он не может плакать, потому что если бы он плакал, то он бы с момента, что он был в концлагере, плакал каждую секунду. И поэтому он перестал чувствовать. И он не может об этом говорить, и не может об этом плакать. И Рэбби дал ему броку и сказал, я хочу пожелать тебе, чтобы ты научился чувствовать не только боль, но и радость. И только научившись чувствовать боль, ты научишься также радоваться. Поэтому наверное человек, чем больше он умеет чувствовать не только свою боль, но через свою боль и сострадать другим, тогда он и больше будет в жизни иметь радости. Тогда он другим людям будет не завидовать, а он будет вместе с ними радоваться их радостям, исполняя заповедь возлюбив ближнего, как самого себя. парадокс в том, что это можно только через боль научиться сострадать, научиться быть вместе с этим человеком и тогда радоваться его радостям. Я хочу вас поблагодарить за интереснейший разговор, хочу пожелать вам, чтобы вы много-много имели радости от вашей семьи, от ваших многочисленных пациентов. Я хочу сказать, что очень многие люди сылают мне сообщения и говорят, доктор Зеленко спас мою жизнь, доктор Зеленко спас мою сестру. Поэтому, доктор Зеленко, чтобы вы были здоровы, я вас обнимаю, мы все ваши слушатели, ваши друзья, и мы надеемся, что в скором времени будем праздновать и победу над COVID-19, и дай Бог, чтобы вместе с вами мы радовались много-много лет. Всего самого хорошего.